Так, дорогая публика, здравствуйте, я беседую с Дмитрием Геннадьевичем Круглых, он философ, и Елена Борисовна Бояршина, она тоже философ. Но Дмитрий Геннадьевич еще хозяин канала «Философское мнение» на ютубе, поэтому подпишитесь. Да, он еще хозяин канала «Философское мнение», автор и хозяин канала «Философское мнение». В родителях, наверное, как надо называть. Автор, автор. Правообладатель, да, правообладатель. Так вот, что я хотел сказать, сегодня тема у нас такая, скоро, вообще, видеоигры, это очень хорошо, и они неумолимой поступью идут в светлую нашу жизнь и в темное наше пока еще будущее от нас сокрытое. Вот, но в этом нашем сокрытом будущем будут только видеоигры. Не будет ни телевидения, ни театра, ни кино, будут только видеоигры. А он говорил, будет телевидение, будут только видеоигры. Вот мне кажется, что это очень даже возможно так и будет. Вот, ну, слово философа. Я можно хочу сказать, почему мы тему это решили открыть? Потому что я, наконец-то, так сказать, на четвертом десятке лет решила, ну, поиграть в компьютерную игру. Прошло много лет уже с того последнего раза, когда я играла. Борис Сергеевич играл в игру «Фараон», я играла в игру «Симсы». Вот, а вышло так, что я играю в игру «Диско Элизиум». Вот, то есть на каждое, так сказать, каждому, в общем, сверчку найдут свой шесток. А почему мне показалось это важно поговорить? Потому что я ввела, ну, такие у нас были дискуссионные с студентами группы, где мне, в принципе, на самом деле все равно о чем дискутировать. Но чтобы студенты могли высказываться за и против. И вот тут вышел такой, как бы, момент, что, ну, как бы, там, смертная казь за и против. Ну, там кто-то за, кто-то против. Значит, эвтаназия многие за. И вот я говорю, ну, давайте отмена компьютерных игр. Все были против, начали мне объяснять, насколько вообще компьютерные игры нужны, насколько они хороши, правильные. Знаете, люди, наконец-то, так сказать, вот, задела я их живое, так сказать. То есть прямо вот вообще подготовились, пришли. Вот, ну, в общем, Дмитрий Геннадьевич, тема оказалась, в общем, острая. Поэтому, Дмитрий Геннадьевич, вам слово. Скоро не будет ни котов, ни котят, ни корма для котов. Только видеоигры. Будет видеоигра в котиков и все. А это пока еще повторяется. В отличие от персонажа «Москва слезам не верит», который говорил, что у нас все не будет ничего, все займет одно лишь только телевидение. Я не придерживаюсь таких радикальных прям вот, что ничего не будет и будет только одни видеоигры. Но я тоже очень часто слышу от более, например, старшего такого поколения, что вот, да, особенно, который за мораль, за вот это вот все, что игры зло. И да, игр вообще вот нас, собственно говоря, то есть все было хорошо. Вот пришли видеоигры, и дети ожесточились. Кошмар. Такого не было. И вот опять. Вот. И мне все-таки, как человеку, который закончил кафедру эстетики, интересно видеоигра как просто вид произведения искусства. То есть как отдельное произведение искусства. И я думаю, что вот как раз с этого мы начнем. То есть как произведение искусства, какие параметры, условно говоря, есть при этом, при всем. И перейдем к морали. И действительно ли игры делают вот детей жестокими? Действительно ли это такой рассадник зла? Вот. И так, Борис Сергеевич, что-то вы мигаете. Да. Да, наверное, что-то с Борисом Сергеевичем с камерой. Но я пока вот продолжу, потому что такой вот момент, что вообще у нас очень многие люди не воспринимают компьютерные игры как произведения искусства. Но когда ты открываешь вот эти вот огромные визуальные красоты нарисованные, ну, то, знаете, это во многом, ну, фактически, вот как творение Микеланджело, Леонардо или что-то еще. И самое главное, что в этих, в разных компьютерных играх разные бывают, что не все, конечно, там зомби-ферма. То во многих таких вещах люди получают настоящий эстетический опыт. И, кстати, есть ведь масса игр, где люди выбирают какие-то моральные решения. Господи, я забываю все время эту историю. По-моему, Half-Life, что называется. Более того, скажу, что вот эта вот история с моральными решениями, она постепенно переходит в большую часть игр. То есть до этого Assassin's Creed, да, если мы возьмем 2007 года, например, 2007 год, 2010, 2012, вот это вот. Все, там никакого морального выбора вообще тебе не давали. Ну, то есть есть задания, есть персонаж, который играет. А вот начиная там с последней трилогии, которая выходила, то есть это Истоки, Одиссея и Вальгала, это исключительно твой выбор. То есть в зависимости отставлюсь. Вообще говоря, то, что вы признаете игры искусством, это совершенно очевидно. Чем, собственно говоря, и видеоигра отличает, скажем, от фильма «Аватар». В общем-то, ничем. Только что в фильме «Аватар» это вот игра, в которую поиграл режиссер с продюсером на пару. А тут вы сами делаете эту игру, сами вы делаете выбор. Та же самая картинка, которая... Я, кстати, в этом плане не согласен, потому что, да, есть игры, которые действительно мы сами там делаем. Открытый мир, да. Мы сами все творим, но это не совсем открытый мир, то есть есть действительно игры подобного толка, где мы все творим, действительно прямо начиная с нуля. Но здесь еще очень важно понимать, что большая часть игр – это очень классная операторская работа. Это всегда... То есть даже, условно говоря, поворот камеры – это какие-то вот мельчайшие детали, то есть даже которые в процессе игры они могут не замечаться. Они безумно кинематографичны. И, условно говоря, получается, что видеоигра – это некоторая следующая ступень, которая, ну, где-то уже возвысилась. Я не хочу сказать, что оно как-то стало выше, чем книги или, например, кино. Они в своей ценностной системе, они все равны. Но по своей технической именно сложности, конечно же, игры стоят вот надо всем над этим. Более того, там есть и сценарист, там есть и актеры, которые иногда играют персонажей, ну, как бы motion capture, и режиссеры, и более того, я вспомнила не Half-Life, простите, 5-й Far Cry, который про секту, там история, там в итоге конец зависит от твоего морально-этического выбора, который, может быть, он не совсем законен. Я не буду как бы спойлерить, но просто даже на эту тему я читала 5 или 6 всяких статей, вот философских, где люди эту тему осмысляли. Меня вот, наверное, с этого момента я заинтересовалась снова компьютерными играми, что не только, значит, Сима в бассейне топить можно, оказывается, даже вот в шутере, как бы, ну, в принципе, Far Cry, это все-таки шутер, то там, оказывается, есть целый, так сказать, вот такой вот набор этических выборов, да. Да, и более того, как условно говоря, да, любой фактически нарратив, любая история, она, естественно, включает рассуждение о добре и зле, о благе. И мне вот, кстати, было интересно, потому что я тут недавно как раз переигрывал Assassin's Creed, который, второе, это про Эцио Аудитория, это там все действия происходят во Флоренции, Венеции, да, если мы говорим, другие там части происходят уже в Стамбуле, в Константинополе на тот момент. И кроме исторической ретроспективы, которая там дается, да, с кучей оговорок, там поднимаются вот эти вот проблемы добра и зла. То есть, что я могу сделать, что я не могу сделать, да, чем я ограничен. И если я ничем не ограничен фактически, то я все равно буду ограничен какой-то своей моралью. И вот эта вот мораль, она продолжает, ну, условно говоря, да, она и вот до нынешних, там, например, тот же самый Ведьмак развиваться. То есть, в Ведьмаке третьем, ну, это был последний, который в Ведьмак выходил, там было как раз вот, там тоже было задание, и там оба варианта, вот я потом уже просто смотрел, какие бы ты ни выбрал, они заранее потальные. Они будут очень плохие с точки зрения, ну, как бы, мне как... Я вот хотел сделать выбор, например, как получше. Как мне показалось более моральной, более правильной. Но получается так, что тут нет никакого, условно говоря, фатализма. Как в «Звездном пути» Кабояши Мару. Помните, вот это вот такой супертест, который ты проходишь для того, чтобы понять, что нет хорошего решения, вы все равно все погибнете. Ну, вот это вот, помните, да, это «Звездный войн», «Звездный путь», «Стартрек», ну, как бы, тест капитана. Капитану в итоге придется когда-то принять, может принять такое решение. Какой бы выбор ты ни принял, он все равно будет, принял, все равно будет фатальный. Да, это есть такой момент. Да, и при этом это для меня, опять же, тот опыт, то есть видеоигра, это тот жизненный опыт, который тебе не обязательно проходить в жизни, который, более того, ты по большему, скажем так, большей части аспектов, ты его и не сможешь пережить. И в этом плане, да, я напомню вдруг, на самом деле, такой дисклеймер. У нас есть на территории Российской Федерации список игр, которые запрещены. Мы помним о том, что они могут быть вредоносными и так далее. Ну, в общем, мы про них тоже поговорим. То есть вот эти вот как раз, например, да, возможность, условно говоря, социализироваться в той же самой игре «Симс». То есть игра «Симс» как абсолютно такая идеалистическая, капиталистическая модель. То есть понятное дело, что если вы хотите роскошной жизни, да, вы устали там от своей жизни, вы можете прийти, вести ход, и у вас там будет много-много денег, вы отстроите все, что вы там себе хотите. Но при этом, при всем, там идеальная такая капиталистическая модель. То есть тебе туда надо ходить на работу. Там у тебя какие-то завязываются дружеские отношения, да, и вот ты можешь проиграть. А вот если ты поговоришь на вот эту вот тему, а если герой будет вот такой, да, и так далее. То есть это тот опыт, который человек в силу своих каких-то физических особенностей и так далее, да, он… Ну, кстати, мне кажется, это еще чем полезен опыт, потому что это одна из немногих таких как бы и, ну, вообще социальных практик, где возможно создание семьи и где есть дети. Ну, вообще, в принципе, хорошо бы в Симах завести семью, потому что тогда у тебя будет двойной бюджет. Привет, можно покупать будет новую мебель. Или ездить на необитаемые острова, купаться. Да, тогда, Елена Борисовна, игра усложняется. Тогда вам надо уже играть за трех персонажей, это сложнее. Ну, да, и это, кстати, реально как бы готовит в какой-то степени человека к семейной жизни, что есть ты, есть твои близкие, есть твои дети, там, в количестве кошки, вот котики сидят такие замечательные мягенькие, беленькие, пушистенькие в свитерках. Но это ведь довольно интересно, потому что в какой-то степени, знаете, я вот заметила, что дети практически перестали играть в куклы. То есть куклы, вот как игры, они ушли. То есть, ну, не знаю, могу сказать, что вот я, ну, то есть мы там до девяти лет играли в куклы. Не в смысле там дочки-матери разыгрывали какие-то сюжеты с ними. Сейчас дети заканчивают играть в куклы в пять-шесть лет. Дальше уже не идет, но только там коллекционирование, может быть, какое-то. Но эти игры в куклы, когда я поняла, что они ушли как раз вот в игры типа Симов, ну, вот такого уровня, я была приятно поражена. Позвольте, я выскажу свою вот стариковскую точку зрения. Вот в годы моей молодости, детства особенно, жизнь была очень серая и унылая. Как говорил Райкин, время было мерзопакостное. Вот, но рыба в каме была. Ну, это про рыбу я не знаю в каме, я далеко от камы жил. Но тем не менее, вот что было для нас способом жить? Это были книги, Жюль Верн, Александр Гюма. Такой мы уходили в вымышленный мир. Ну, кто каких авторов предпочитал. И там, значит, жили. Потому что наша жизнь была, ну, бесперспективная, серая. Переди ничего не было. Все было расписано. Ну, и особо-то ничего не было такого вот примечательного-то. Ну, так оно и оказалось, все как было. Ну, вот это вот очень здорово помогало. А сейчас еще шире, видеоигры. То есть вообще можно уйти... Ну, понимаете, как это говорят, опиум для народа, да, религия, да? Ну, это ведь своего рода тоже, так сказать, некий такой психологическая разгрузка для народа, наверное. Чтение книг, развлечения, да? Развлекательные вещи. Ну, а сейчас видеоигры. Ну, я бы все-таки хотела сказать, что когда ты читаешь книжку или смотришь сериал, ты во многом все-таки пребываешь в неком пассивном восприятии того, что тебе дали и дают в... Ну, когда смотришь сериал, пожалуй. А когда читаешь книгу, ты должен все дело вообразить и... Ну, все равно сюжет строится из того, как тебе сказал автор, Гермиона Грэнджер не выйдет. Да, но визуально надо-то понять, там слова, там не сюжет, там слова. Ну, все равно канва сюжета, вот Гермиона Грэнджер никогда не выйдет за Гарри Поттера, простите, я считаю, что пара Гермиона Рона – это огромное разочарование, вот для меня, простите. Вот, но здесь ситуация-то в том, что когда ты играешь в компьютерную игру, очень многое решается от того, что ты выбираешь, какой аспект твоих деятельностей есть. Да, и плюс еще то, что вот мне, например, игра, которая мне тоже очень безумно понравилась, это, конечно же, Horizon. Вот, не знаю, слышали, не слышали про такую игру, но вот давайте быстро сейчас расскажу. Значит, эта игра про человечество, значит, человечество планету запустило, вот просто, да, произошла экологическая катастрофа, осталось там некоторое количество человек и все, и остались, потому что люди, да, которые погибли, которые умерли, и животные все погибли. И чтобы заменить вот эту вот экосистему, они создали экосистему из механических животных. Они построили несколько больших заводов, которые этих животных воспроизводила, условно говоря, да, то есть вот эта вот система. И ты играешь в, условно говоря, первобытных условиях, но только где вместо вот, где вместо животных механические роботы. И это такой очень классный диссонанс получается, то есть это очень хороший. Более того, там во второй игре, что мне безумно понравилось, там сделали одного из главных персонажей, он инвалид. Ну, то есть в играх вообще не очень часто встречаются люди с инвалидностью, а там вот такой боевой чувак, человек без одной руки. Вот, ну, то есть прям, тут тоже такая достаточно, в этом плане достаточно толерантная история. Вот, то есть... Был индийский фильм, там у него ни одной руки не было. Был индийский фильм, там у него ни одной руки не было, он всех ногами мочил. Ой, смотрите, да. Ну, то, что касается кинематографа, видел я фильм, тут, по-моему, он называется то ли Бог, то ли Божество, тоже индийский. Там вообще про касты вот этих вот людей-инвалидов, да. Да, но, понимаете, кинематограф – это одно, а все-таки кино, игры, индустрия – это чуть-чуть другое. И поэтому там вот эта вот история, она, ну, наверное, только сейчас более-менее начинает осваиваться, эта территория. Ну, мне, кстати, кажется, что вот этот вот процесс к разнообразию, то, что называется словом diversity, какие компьютерные игры, ну, понимаете, индустрии компьютерных игр 30 лет, ну, сколько компьютеру такому, ну, домашнему компьютеру с приставками, ну, 40, ну, 50 максимум. И все равно вот эта вот история о том, что люди хотят играть, что любой цвет кожи, любой пол, там, любые волосы, пожалуйста, тебе сделают, ну, то есть выбирай любой, как это называется, скин, вот это вот, то есть выбирай и, ну, живи, как тебе хочется. В кинематографе у нас там до сих пор создаются какие-то непонятные вопли, почему русалочка черная, ну, блин, ну, захотели, ну, потому что Карибская бассейн, ну, поэтому русалочка черная. Потому что, ну, не знаю, а вам когда-то мешает, да хоть зеленая, фиолетовую крапинку. Вот в компьютерных играх там спокойно, черный, зеленый, белую полосу. Знаешь, что, скажем так, консервативно настроенная публика, и вот этому тоже начинают удивляться. То есть вот даже вымышленные... Ну, просто самая консервативно настроенная публика, она просто до компьютерных игр не доходит, а остальная обыкновенная публика, она такая, ну, вот я из-за, я хочу, чтобы в сосине можно играть было за женщину. Ну, есть же такая там, ну, возможность, можно играть за женщину. Да, там сейчас появилась такая вот возможность, то есть там действительно... Ты в самом начале, это у нас, по-моему, либо, да, это есть возможность в Одиссее и, соответственно, в Вальгале. То есть там как раз есть такая возможность. До этого не давали, по-моему, если я правильно помню, там, ну, выдавалось играть за женщину. Ну, это Black Flag, но там тоже, там, по-моему, женщина, она, которая подсоединяется, насколько я помню, вот в эту машину Animus, которая называется... Не, ну, это понятно, но все равно это было довольно быстро, быстро прошло, потому что вот это вот тотальное... То есть неважно там, кто мочит, женщина или мужчина, они будут одинаково хорошо мочить врагов. Я думаю, что кто-то из внимательных наших депутатов внесет такое законодательное предложение, чтобы в играх стоял специальный блок, который определяет пол игрока. И не давал бы ему менять пол. То есть если ты женщина, играй за женщину, мужчину, все. Вот это я считаю очень... Вы прорываетесь, у вас что-то в видеозаписи прорывается ваша камера, что-то иногда лагает. Ну, да, пол... Ну, вы погодите, вы не подсказываете. Они там какую-нибудь сделают программу, Платон есть, Отто Вейнингер сделают, вот, который будет пол... Я думаю, что они без наших советов решат, как им и что делать. А мы просто говорим про эстетическую ценность. Этическую, эстетическую, да. Да, и этическую, безусловно. Так вот, и что вот в этом первобытном мире достаточно интересно, я так понимаю, что я прям особо этот вопрос не изучал, но у меня такое ощущение, что там в игре Horizon, там как раз работали прям очень такие хорошие антропологи. То есть там показано, во-первых, вот это вот общество, во-вторых, общество, которое верит в богов. И как, условно говоря, появляются вот эти вот религиозные культы. То есть как, кто, откуда там появляется и прочее, прочее, прочее. Ну, плюс во второй части, я не буду особо спойлерить, но там добавили еще дополнительный, скажем так, такой замес. И вот получилось достаточно интересно. И более того, да, используются, скажем так, приемов, например, которых нет у кинематографа. Кинематограф пытался это сделать, кстати, тоже недавно тут смотрел. Сейчас забыл название фильма. В 60-е, 60-е, 70-е годы в Америке выходил какой-то очень классный фильм. И я, к сожалению, не смог просечь его фишку. Сейчас расскажу, по какой причине. Там написано, что если вы верите в призраков, надеваете синие очки. Если вы не верите в призраков, ну, это в кинотеатре, то есть приходили и люди туда приходили. То есть им выдавались очки. И там, видимо, было наложение на кадре некоторое. И от этого менялся как раз сюжет. То есть от этого менялся сюжет. И, соответственно, то есть восприятие. До нас пленка дошла именно вот в этом вот, в таком виде. То есть без возможности посмотреть это через синие или красные очки. Так, продолжайте, пожалуйста, Дмитрий. Вот, ну, смотрите, да, когда мы говорим вообще про вот эти вот концепции, то есть если говорить про тот же самый Horizon, это еще и очень классные вещи, которые связаны так или иначе с первобытными культами. То есть, условно говоря, для антропологов, которые хотели бы, например, просто посмотреть, да, как работает вообще первобытное общество, какие есть культы, какой тотемизм, да, где-то там тотемизм и так далее. То есть это тоже есть. Есть отдельные там, допустим, игры, которые так или иначе, да, связаны со стратегиями. То есть, да, здесь мы стратегии ровно точно так же, да, скажем так, отметать не будем. Плюс, которое точно ровно точно так же связано с, например, да, там что-то связано со строительством, допустим. Вот, какие-то игры, наоборот, они сделаны под то, что там какой-то, я не знаю, город и так далее, он потом может, с ним может что-то произойти, и тебе надо это, ну, скажем так, брать в расчет. Вот, то есть, и, условно говоря, это именно в этих, условно говоря, играх ты можешь получить определенное количество навыков. То есть, определенное количество навыков. И чаще всего, да, если мы говорим про большие именно видеоигры, то это навыки и социумы. То есть, это живое общение, это про разговоры. Там, кстати, в Альгале у них даже была, я не думаю, что это один из самых удачных опытов, но тебе надо было продолжить поэзию. Ну, вот, у них же были вот эти, у... Скальди, да, скальдическая. Да, скальдическая вот эта вот вся поэзия, у них были рэп-баттлы. И вот тебе вот в этих, в Альгале предлагается поучаствовать в рэп-баттлах, и где надо выбрать там один из пунктов. Ну, либо у нас игру не очень там хорошо перевели, потому что я выбирал то, что мне нравится, вот, но эти варианты, к сожалению, не очень хорошо подходили. Вот. А то, что там надо было выбрать, оно мне не нравилось. Ну, кстати, можно я вот скажу такой момент, что вот сейчас придут люди и скажут, какое вообще вот отношение компьютерные игры имеют к реальному живому общению, потому что дети наиграются в вашу вальгалу, а общаться они с другом не умеют. Они сидят и общаются, получается, с компьютером. Да, но в любом случае здесь идет такое вот проецирование, даже, да, особенно если это подросток, то есть, условно говоря, проигрывание каких-то моделей. То есть, как ты уже можешь общаться. Опять же, да, я здесь не являюсь экспертом в области детской психологии, подростковой психологии, но я примерно могу представить, что если, да, там, например, есть подросток, он, например, жутко не хочет общаться с там, со своими сверстниками, да, на это могут быть свои определенные причины. Но, опять же, да, это время он действительно может проводить в компьютере. Но, возможно, именно, да, потому что, ну, подростковый возраст, это у всех вот мозги на бикрине. Но, условно говоря, у него был вот этот вот опыт, который он проигрывал в играх, и который он впоследствии может уже реализовать в дальнейшем. То есть, ну, как мне кажется, здесь, да, потому что каждый случай, он глубоко индивидуален. Ну, я бы, кстати, сказала, что огромное количество людей, оно как раз благодаря компьютерным играм начинает общаться в реальности. Просто я тут иду как-то летом в Питере, значит, жара, и какие-то дети в каких-то разноцветных кофточках, там, в каких-то там костюмах бегут. И я не... Ну, там, реально дети, там, восьмой, девятый, десятый класс максимум. Я в итоге подхожу к девочке и говорю, скажите, говорю, а что вы косплеите? Они говорят, не, мы косплеим Геншин, этот вот Геншин, да, называется игра. Мы вот ее, да, то есть люди себя... А, во-вторых, мне просто кажется, что когда люди говорят, вот он там играет в свою компьютерную игру, и, говорю, надо читать Достоевского. Ну, во-первых, мне очень хочется сказать, много ли книг Достоевского прочитали сами, потому что обычные люди, которые всех отправляют читать Толстого и Достоевского, максимум прочитали, ну, части «Войны и мира», которая про мир в школе, и Достоевского максимум это были «Бедные люди» и «Преступление наказания», если очень повезло. Вот, и не получается, как бы, ну, вот здесь вы... Ну, то есть это же, в принципе, чтение книги, оно ведь тоже, ну, как бы, что бы ни говорили, если мы читаем книжки для развлечений каких-то, это тоже самое, ну, как бы, получение эмоций каких-то, да. Почему популярны вот эти вот книжки, типа там «Пятьдесят оттенков серого» или какие-нибудь там детективы, потому что, ну, они вот дают сразу такую яркую реакцию, когда там читаешь про любовь или там про что-то там, про, ну, вот про сюжет интереса, где ты разгадываешь. То есть, в принципе, это не сильно отличается чем-то от компьютерных игр, ну, просто компьютерные игры в данной ситуации будут более вариативны. Да, с одной стороны и более вариативны, плюс есть тоже, скажем так, достаточно большой пласт видеоигр, которые построены исключительно на твоем решении. И исключительно на чтении, я бы сказала. Вот «Привет, диск Элизиум», где-то надо читать, читать, читать. Есть игры, да, которые исключительно построены на таком вот прочтении. Это напоминает, у меня в детстве были, я, кстати, не знаю, куда эти книги пропали, а в детстве меня радовали всегда две серии. Это какие-то там страшилки, я не помню, у них там это страшные истории, или как-то вот у них были такие вот прям яркие обложки там про детей, с ними там что-то случалось. Ну, вот как раз пропаганды. Да, да, да. И второе – это были как раз-таки интерактивные книги. Вот, то есть, если вы выбрали пойти налево, то там вас укусит вампир. До сих пор помню, меня укусил вампир на второй книге, и книга на этом закончилась. Вот, то есть, и так далее. То есть, вот эти, ну, условно говоря, да, опыты, они в этом плане тоже были и достаточно неплохи. То есть, есть, например, детективы. То есть, в зависимости от того, да, что вы в этом детективе выберете, у вас то, соответственно, и будет. Это был и Heavy Rain, да, то есть, насколько там раскрывается вот это вот вообще все дело. И так далее. Есть игры, допустим, но это очень уже старые, я думаю, что о них никто особо не помнит. Была такая игра, которая называлась Fable 3. Это игра, в которой ты, мальчик, и от каждого твоего действия ты мог превратиться в либо самого отъявленного злодея, либо в очень такого доброго персонажа. То есть, вот даже если ты там случайно прошел, не знаю, курицу пнул, все это накладывает некоторый такой отпечаток на то, что, соответственно... Будет, да. Да, на то, что с тобой, соответственно, будет. И, более того, мы получили сейчас очень классную интерпретацию, потому что я в эту игру, честно, не смог играть, ну, вот не мое, да, вот. Last of Us. Ну, а сейчас, как вы знаете, выстреливает вот этот вот сериал. Посмотрел три серии, потому что они его воспроизводят. Понятное дело, без вот этого антуража всего, в принципе, игры, потому что игра, когда вот я, например, начал в нее играть, это были как раз ковидные времена. И вот там вот этот вот досмотр, там это, какая-то там зона еще с чем-то, я понял, что сейчас я в это играть не буду. Ну, скорее всего, в последующее время тоже, но тем не менее. Да, то есть я понимаю, что это не мое, но, опять же, есть возможность, да, посмотреть всегда сюжет. В интернете выложено там прохождение сюжетов и так далее. Да, это отдельный вид искусства, когда ты смотришь, есть разные, ведь разные проходители по-разному делают сюжет, понимаете, то есть там разные сюжетные повороты бывают. Вот, и да, например, либо делают так, либо оставляют какие-то свои комментарии, кстати, тоже. Достаточно интересно посмотреть, когда кто-то вообще в принципе, да, проходит из какими-то комментариями. То есть это как реакции на Ютубе, то есть это отдельная форма релакса. Вот. Ну, отдельно, это же отдельные, кстати, достаточно большие, насколько я понимаю, люди. У нас два типа людей, которые очень много занимают на Ютубе. Это люди, которые занимаются автомобилями и люди, которые занимаются прохождением компьютерных игр. Да, и, конечно же, ну вот в свое время меня безумно впечатлила игра, которая «Принц Персия» 2008 года. Ее вообще очень мало кто знает, то есть я, в принципе, не особо встречал людей, которые ее бы хорошо помнят. Ну, и если вдруг кто-то не знает, так просто тоже скажу, что «Ассасин Скрит» на самом деле должен был быть «Принц Персия». Просто они туда завернули, они поняли, что «Принц Персия» у них не получается, но вот поэтому там схожие какие-то элементы есть. Так вот, вся игра, в чем особенность игры 2008 года, в том, что она была полностью сделана, покрашена акварелью. То есть это игра, которая в акварели, и ты играешь, и это вот чем-то отчасти мне напоминает, вот сейчас уже, да, напоминает и в том числе японскую гравюру. То есть ты играешь какой-то японской гравюрой. И при этом они мне в тот момент объяснили основы зороастризма. Вот. То есть там игра, которая связана, в принципе, со зороастризмом, зороастрийскими культами. И, кстати, вот еще по поводу пользы игр. Не могу не сказать один случай, который вот произошел у нас в ВУЗе в свое время. Одна девочка вышел в Ассасинскрит. Да. Он, по-моему, вышел, если я правильно помню, весной где-то. Вот. Он, по-моему, вышел весной. Второй Ассасинскрит, там как раз это аудитория, то есть вот то, что я уже сказал, это из Италии. Вот. И она действительно, ну, неделю в ВУЗе не появлялась, она ушла в запой, играла и так далее. Очень-очень много. Но через неделю она вышла и выбрала тему для написания своей курсовой. Это была эпоха Возрождения. И, насколько я знаю, она даже диплом защитила по Искусству Возрождения. Вот. Поэтому такие вот в этом плане и вот то, что я хотел как раз привести про принца Персия, это как раз таки то, что они мне вот буквально на пальцах прямо объяснили, что такое зороастризм. Вот. И более того, по некоторым видеоиграм, как мне кажется, можно, в принципе, составлять фактически учебники сценарного мастерства. О, да, кстати. Вот. Я бы, кстати, сказала, что если говорить про сейчас игры, то там сценаристы в целом лучше, чем в фильмах, потому что, конечно, в современном фильме это очень клишированный посмотр, клише на клише и красование актера в каком-нибудь красивом костюме, потому что я никогда не забуду вот этот вот, господи, сериал «Шерлок», где еще первый сезон пытался что-то делать, но потом уже просто сценаристов как бы, ну, сценарий нам не нужен, у нас просто есть Бендифф Камбербэтч. Если мы говорим про сериал «Шерлок», это, мне кажется, тоже такая достаточно катастрофа, потому что я не могу понять, почему все фанатели от него, то есть там все говорили о том, что вот он там такой прекрасный, ждали его по два года и выходило вот это вот, то есть там нет ни цели, ни каких-то еще вещей, то есть в этом всегда тоже проблемы есть. Вот для меня по крайней мере вот прям такой действительно учебник сценарного мастерства это как раз «Ассасинскрит. Откровение». Там, где пересекаются две истории Эцио-де-Торе и, соответственно, этого Альтаира. Вот. То есть там в чем вся фишка. Значит, там Дезмонд, это вот, которого посадили читать вот эти вот памяти, у него случился бзик двух предков, да, то есть в его мозгу живут два опыта. Это Альтаира и, соответственно, Эцио-де-Торе. И вот их надо было разделить. Именно поэтому надо было сыграть за них двоих. И как будто бы один другому передает некоторые послания. И потом безумно красиво они, я не буду рассказывать как, но они безумно в нарративе жизни Эцио-де-Торе они очень красиво встречаются. То есть это уже два таких фактически пожилых персонажа, которые прожили долгую, очень интересную, насыщенную жизнь. И каждый, условно говоря, каждое движение, каждый кадр, и, например, там один из персонажей, он говорит, там Альтаир говорит, здесь будет такой небольшой спойлер, но там по игре это будет и так понятно. Альтаир говорит, мне надо присесть. Там написано, нажмите кнопку, чтобы он присел. Мы понимаем, для чего он туда садится, для того, чтобы уже умереть. Вот, то есть и плюс, то есть там отношения как раз с детьми, со своим, со своим, с своей женой, там вот у Альтаира рассказываются, какие у него там были отношения, и насколько они трагичны и драматичны. То есть вот это вот прям такие классические, очень аристотелевские, да, вот насколько бы Аристотель, сколько он там, у нас уже четыре тысячи лет назад был примерно. Три, ну, две с половиной все-таки давайте. Окей, вот, но при этом, при всем, да, когда мы говорим его поэтика, она вот тут вот оживает. Вот она поэтика, вот то какое-то неузнавание, вот, и это, конечно, опять же, игры добиваются, кстати, есть очень разные эффекты, например, в «Принце Персии» 2008 года там нельзя было умереть, потому что ты играешь сразу за двух персонажей, за «Принца Персии», который владеет мечом, и я не помню, как эту девушку звали, очень тоже, по-моему, Эрика, что ли, ну, в общем, не буду сейчас врать, которая владеет магией, и ты должен комбинировать этих двух персонажей, и когда «Принц Персии» падал куда-то не туда, там, я, как я уже сказал, там все было покрашено акварелью, просачивается эта рука красивейшим образом, спасительная рука вот этой вот девушки, которая владеет магией, она его достает. вот, то есть это очень классный, вообще, мир видеоигр, вот к чему у меня в этом плане посыл, мир видеоигр, это очень классный мир нарративов, и... Я бы сказала, что это мир такого огромного нарратива, причем, который ты все-таки должен выстроить сам, исходя вот из, то есть, ты своего выбора, из твоих каких-то вещей, прокачиваешь ты своего персонажа, или не прокачиваешь, или как-то еще, потому что я еще раз хочу сказать, что у меня просто было тут такое колоссальное разочарование, я ездила в поездку, ну, мне надо было четыре часа просидеть в электричке, я посмотрела два каких-то сериала, там, по пять, по шесть серий, и, в принципе, ну, это такая нормальная история, чтобы рассказать нормальный сюжет, но проблема в том, что там, кто убийца, был понятен на первых пятнадцати минутах, когда я посмотрела с сериала, оно, это очевидно, убийцы эти люди, и они как бы очевидны, потому что, потому, и как бы, и как бы весь сериал, он просто занимался тем, что как бы там люди лежали на кровати и рыдали, и в этом даже не было никакой драмы, потому что это вот, ну, как Борис Сергеевич называет этот сюжет в фильмах, гнать на счетчик, потому что людям нечего рассказать, а вот когда мы говорим о компьютерных игр, там может быть, ну, совершенно разная история, как бы будь кем хочешь, да, да, да. Очень интересный есть такой эффект у видеоигр, что, например, там как раз, даже если ты знаешь, что это тот персонаж-убийца, там используется вот этот вот прием, что там показывается, да, что вот он прям убийца и так далее, и ты знаешь, что твой главный персонаж, он идет в лапы к убийце, и тебя фактически заставляют туда идти, ну, ты такой, нет, не ходи туда, там сейчас вот с тобой не то, там что-то случится, нет, не делай такого там действия и так далее. Вот, поэтому вот в этом плане, да, это действительно такая очень масштабная вселенная, которая открывает очень много всего, мне, кстати, очень еще тоже понравились, кстати, мне по большей части, да, всегда нравились игры, которые делались, например, по Звездным Войнам, это в свое время было про ученика Дарта Вейдера, там, которого планировали, вот, очень действительно хорошая была игра, и еще выходила вот как раз недавно Потерянный Орден, который расширяет тоже вселенную Звездных Войн. А можно мне два вопроса таких задать, интересных? Значит, ну, по поводу этики, как раз у нас компьютерные игры, этика, в Far Cry 5 можно убивать животных, потому что там есть приложение, которое позволяет убивать животных, и за игру в течение года, по-моему, убили там что-то два с половиной миллиона тигров, сколько-то там кабанов, и что-то там сто человек затоптали дикие гуси, но там какая-то такая история, Борис Сергеевич, не спите так, это самое сладкое. Дикие гуси, сто человек? Да там, ну, в играх, в играх, то есть не в реальности. Нет, или люди затоптали гусей, кто кого затоптал? Нет, там гуси затоптали вроде как людей, и там вот, например, зеленые возмущаются, что даже в, как бы, компьютерных игр даже нельзя убивать животных, что это дает некую толерантность. Ну, а вторая история, это, конечно, компьютерные игры, которых в Российской Федерации, по-моему, нет, и по большому счету их не так много есть вообще в открытом, в открытом пространстве, я таких особо не видела, чтобы где-то можно было поиграть, но такие игры есть, где люди могут вступать в половые отношения, и можно ли в таких сюжетах вступать в половые отношения, а, недобровольно, б, с детьми, в, с животными, и вот здесь начинается история, ну, как бы, этики, если вы хотите, как бы, мое тупое мнение, никому не нужное, то я считаю, что все-таки животных можно стрелять в кино, ну, в игре компьютерной, а вот уже вступать в отношения с детьми в компьютерной игре нельзя, ну, ну, да ладно, но это, это как бы мои личные, так сказать, по большей части видеоигры, они все-таки не про половые отношения, да, то есть они не про половые отношения, во-первых, то есть, если там, предположим, да, там может быть упоминание чего-то, как в кинематографе и так далее, но, понимаете, это будет все равно, ну, как бы мне, как мне кажется, если режиссер адекватный, это всегда будет осуждаться, то есть, это не будет показано со стороны, что это классно, тем более, предлагать вот это вот все сделать, а то, что касается убийства, да, то есть, если мы говорим, то здесь, опять же, да, то есть, давайте начнем с убийств животных, если мы говорим про убийство животных, да, мне кажется, это очень классно решили в Horizon, там бегают машины, и то к этим машинам относятся как к людям, то есть, там прям некоторым животным поклоняются, и тебе там, например, в одном задании надо достать детали, чтобы их починить, чтобы починить, и вот это вот животное тоже могло функционировать, часть игр действительно переходит, да, потому что в Assassin's Creed нельзя было, например, раньше убивать животных, Вальгалла, Одиссея, это точно, там все можно, то есть, они становятся такими антагонистами, и вот это вот, ну, здесь для меня вот этический, например, вопрос не стоит, потому что, я понимаю, что я сейчас стою на скользкую такую дорожку, но, опять же, для меня это просто как, смотреть кино, то есть, словом говоря, я спокойно могу смотреть кино, если я, опять же, да, смотрите, я могу смотреть кино, особенно фантастическое, там какие-нибудь Мстители, как что-то взрывается, как что-то, да, там что-то, вот, например, фильмы документальные, я уже смотреть так легко, я не смогу, да, это такая история, как бы, понимая, что здесь вообще все в этом плане, искусственно, и ни одно животное, в реальной жизни не пострадает, здесь у меня как бы все вообще спокойно, моя совесть чиста, а вот когда я начинаю там взаимодействовать, например, уже с миром людей, вот там я, так как я включен вот в эту историю вообще максимально, то я очень начинаю переживать, когда кто-то там, ну, дополнительно, скажем так, умирает, то есть кто не должен был умирать, вот, ну, и так далее. Я, кстати, хочу такой момент сказать, я почему вот это вот про этику заговорила, потому что, значит, эту тему я прочитала в каком-то канале, достаточно большом, чувак, он там занимается аналитикой порнографии, ну, типа все вот научно, говорит, что вот ура-ура, есть, значит, открытый рынок, значит, интернет-игр, которые нам дадут порнографические игры, ну, в общем, вот эта вся такая ерунда, что там никто нас не будет контролировать, но что-то боюсь, что будут. А второй такой, ну, как бы, второй такой момент, это вот эта вся история про склонность детей к насилию и компьютерные игры, ну, я, знаете, пошла и, ну, искать пруфы, Билли, нам нужны пруфы, и никаких каких-то таких особых пруфов, не оказалось, что именно компьютерные игры вызывают что-то, ну, то есть, допустим, известно, что сигареты повышают вероятность болезни рака, но сейчас у нас уже есть целое поколение, и даже не одно, которое выросло фактически на компьютерных или там приставочных играх, то есть люди, которые в 90-е годы были подростками, это вот уже, они играли постоянно, да, и мы здесь не имеем какого-то вот такого, ну, какого-то такого поколения, которое, наоборот же, все обижаются, что все современное поколение, такое чуткое, какое-то чувствительное, вот такой интересный вопрос, то есть, мне кажется, что компьютерные игры, это какой-то жупел. Более того, я думаю, что как бы Александр Македонский в свои там 9, начиная с 9 до 14 лет, у него, я могу просто предположить, что у него не было никаких компьютерных игр, вот, но мобильного интернета и так далее, но он делал вещи гораздо более жестокие, вот, как бы, да, поэтому здесь говорить о каких-то вот... Ну, вообще, известный факт, что, в общем, якобы Николай II убил за свою жизнь 20 тысяч кошек, вот, да, охотясь вживую на полях, сейчас, по-моему, знаете, за убийство котика, даже, значит, прожженные двачеры с тебя сдерут живьем кожу, ну, это же была история, в которой мальчик на стриме мучил кота, его там в течение, там, нескольких часов вычислили, значит, неравнодушные граждане, и, в общем, съели, вызвали полицию, пришли под, под, под это вот, ну, под, значит, его дом, и потрясали кулаком с криками, тебе что, мало, в халфу, убивать, но мне кажется, достаточно интересная тема, Борис Сергеевич, что вы скажете, мне кажется, так сказать, подводить итог. Очень похоже было на беседу двух людей, употребляющих какие-то вещества, и вот один говорит, такое вещество хорошо, другое вещество хорошо, вот я, в принципе, говоря, вот чушь, как культуре употребления веществ, так и вот этой вот культуре употребления видеоигр. Борис Сергеевич. Я понимаю, что я не сравниваю, а можно я так кончу? Да. Я не сравниваю вот эту вот наркоманию с видеоиграми ни в коем случае, хотя вот Дмитрий Геннадьевич рассказал сюжет, как девушка не ходила учиться две недели, пока не выиграла там. Одну неделю, одну неделю. Одну неделю, да, потом бы приняла, значит, в качестве темы своей курсовой работы вот ту эпоху, в которой она там играла. Вот. Ну, в принципе говоря, я еще раз повторю, мы тоже уходили от жизни, читая эти книжки. Они тоже, в принципе говоря, ничему жизненному нас не учили. Ничего там похожего, никого похожего на Лорда Гленарвана у нас тут не было и на детей Капитана Гранда. Вот. Но, тем не менее, вот как-то вот мы, для нас было лекарство такое, как вот, ну, как для кого-то водка, курева и всякие вещества, наверное, лекарства от жизни. Борис Сергеевич, можно мне все-таки про компьютерные игры сказать? Когда Борис Сергеевич играл в игру «Фараон», он как-то играл в нее целую ночь, и его там даже стали почитать как Бога. Не-не, меня не стали там считать как Бога. Почитали, вас чтут как Бога. Играл-играл. Я люблю, значит, рассказывать про своего студента, который очень внимательно в эту игру играл, и она у него все время была запущена на домашнем компьютере. Если там что-то происходило, типа нападение соседних племен, ему из дома звонили, а он, значит, руководил вот этой операцией по телефону отражения. На работе был, учился. Смотрите, да, но я здесь могу сказать так, что как бы заиграться можно всем чем угодно, да, например, профессор Сану Санкт-Петербургского университета, уже его звали, он заигрался в наполеоновскую эпоху настолько, что, вот, честно, лучше бы играл в компьютерные игры, может быть. Нет, но, честно говоря, это не от наполеоновской эпохи он убил свою... Да нет, он же, он верил, что он Наполеон, что его там звать должны были этим Мессиром, вы, кстати, очень зря так считаете. Сиром, а не Мессиром. Ну, и Сиром, но там у ролевиков, они, вот ролевики, которые играют вживую, они очень переносят свои многие... Ну, я думаю, что Наполеон не убил бы малолетку, которая не назвала его Сиром, он бы просто отвернулся бы и пошел бы дальше. Ну, понятно, что, мол, ты за чмо такое, я Сир, а ты даже этого не понимаешь. Ну, его же огромное количество людей подыгрывали в его вот это вот безумие. Да, да, да. Понимаете, и там это очень болезненно, эта история вышла, потому что как раз вот на мою точку зрения, которая очень будет непопулярна, я считаю, ролевые игры в реальности, когда люди собираются и начинают играть, там, то у них, значит, 19 век, то балы, то что-то еще, гораздо более опасными, чем компьютерные игры, потому что я наблюдаю, ну, в России я не видела таких ютуб-каналов больших, я наблюдаю в Европе и в Америке несколько крупных ютуб-каналов, есть просто швеи, которые шьют, а есть уже, значит, дамы, которые там носят корсеты и одеваются, как в 19 веке, в 21, и вдруг в какой-то момент они начинают хейтить женщин, которые носят бюстгальтеры, а не корсеты, там какие-то длинные рэнс вот эти происходят, там что-то еще, что-то еще, что-то еще, и то есть там вот у людей как раз очень сильно. То есть они вживаются в роль, да? Да, там все-таки, понимаете, я пока в Гарри Дебюа не вжилась, вот, когда я играю, я пока не вжилась в него. Поэтому здесь, да, как бы мне кажется, что говорить это условно говоря, потому что мне в детстве, ну, компьютеров-то не было ни у кого, я думаю, вот, и я в запой точно так же читал книги. Да. Я ночью в запой могу посмотреть сериал, могу поиграть в компьютерную игру. Могу книжку почитать, да. Вот. Кайф получу от всего примерно одинаковый. Вот. И от того, и от другого я знаю примерно, что я получу, и это будет примерно одно и то же, поэтому сравнение с наркотическими какими-то веществами, да, потому что мы можем сейчас сказать, и что, ну, вы знаете, вот как бы кто-то там любит читать книги Толстого, настолько, что он вот хочет их воплотить в жизнь. И это вот книги вообще как наркотик, как наркомания. Вообще из-за хермозог, которого там тоже можно почитать, и у которого там много тоже все было написано. Вот. А как бы здесь... Здесь действительно... Нет, ну, понимаете, в истории, если мы говорим все-таки о наркотиках, о веществах, то, к сожалению, там надо дозу повышать. А если мы говорим все-таки о компьютерных играх, ты пришел, там 40 минут поиграл, и ты даже не хочешь, ты хочешь как бы растянуть удовольствие, чтобы подлиннее, чтобы дальше пойти, и тебе не нужна какая-то, ну, доза, доза, доза. Ну, только вы не закрывайте глаза на то, что существует сейчас признанное заболевание, это вот, так сказать, игромания, или как это называется. Ну, есть еще теперь заболевание, которое лечит людей, инвестирующих в криптовалюты, И теперь еще просто инвесторы есть такие увлеченные. И люди, которые ставят на ставки. Потому что я вам так скажу, я вот был на выставке игрушек, это когда я еще работал на первом образовательном канале, пока еще был первый образовательный, и вот там, значит, на этой выставке игрушек было представлено тоже одно из направлений, это как раз вот игрушки в области, ну, это реальные, да, то есть ты можешь там покупать на бирже там чего-то по-маленькому продавать, да, вот, и вот, значит, человек занят делом, он за день может там 10-20 долларов там прокрутить, но тем не менее вот он сидит и вот этим безделием занимается. Вот, вот. Ну, и, пожалуйста, сейчас можно, извините, покупку одежды, приготовление еды, где у нас, извините, высокая кулинария? Покупка одежды, это стоит денег, чтобы пойти ее купить, а это вот такое мелкое безобразие. Ну, это игрушка такая, да. Ну, понимаете, как такое? Она не имеет смысла такого. Нет, ну, покупка одежды, это бывает расход денег, и вы купили себе ненужную вещь. Это понятно, это расход денег. Про игры и наркоманию вы говорите, я вам просто говорю, что, в принципе, аддикции обладают все вещи, которые мы делаем. Чай пить, сахар, работа, я не знаю, все что угодно. Я сейчас услышал слово, какое? Аддикция? Зависимость, аддикшн. Зависимость, да. Да. Ну вот, я так вот и наберусь от вас новых словечек. Дмитрий Геннадьевич, любая, в принципе, крайность, есть уже отхождение определенное, поэтому давайте будем придерживаться именно определенной середины, не отрываться от реальности, потому что реальность это круто, и виртуальная реальность это то, что дополняет нашу реальность ровно точно так же, как книги, фильмы, и от этого отказываться не надо. А вообще, вариативность, свобода выбора, это вообще достаточно хорошие вещи. Вот. Наверное. Ну я, да. Не отрываться от реальности, да. Я соглашусь, и мне кажется, что это как некий такой опыт интересный, который мы можем получать, компьютерные игры. Ну и все-таки, если мы говорим про как некую эстетику, я думаю, что как бы сейчас уже компьютерная индустрия приносит денег больше, чем киноиндустрия. Ну я вот так думаю, что искусство, это вообще, ну так сказать, людей, ну не знаю, какой глагол использует, что уводит, приобщает к миру идеального в любом случае. Так что эти, так вот говорят, что не будем отрываться от реального мира, а зачем же тогда искусство. Катарсис, очищение. Ну я уж, слов таких мы ученых не знаем. Катарсис может не наступить, а вот отрыв от реальности должен наступить, иначе вот ты, ну потом люди хотят жить как в этом мире красивом. Ведь как у нас дворянская культура постепенно стала общенародной, да, потому что вот, ну, люди играли вот в такую вот игру, можно сказать, книжки читали, кино смотрели, дальше немое, потом такое, вот мы старались быть как в высшем обществе, и нравы высшего общества так постепенно к нам попадали, это было хорошо, но вот сейчас нам оттуда попадают нравы значит ассасинов, да, ну это тоже здорово, это может быть современно, сейчас возможно сейчас именно это и нужно. Ну, сейчас Чебурашка сказали, что он какой-то не такой, но в общем про это можем поговорить в следующий раз. Я с самого начала говорил, что Чебурашка нам, он вообще не нужен. непонятный какой-то космополит безродный. Испанец какой-то, да, какой-то то ли латиноамериканец, то ли испанец. Подпишитесь на... Ну, здесь ему хотя бы не пришли, что-то такое, а так он безродный космополит, в ящики привезли. Да. Подпишитесь на канал вот Дмитрия Геннадьевича философское мнение. Философское мнение, я там рассказываю про очень много всяких интересных вещей, и тоже у меня там есть, будет ссылка на мои курсы, где я рассказываю про философию и обучаю японскому языку. А вот не сделать ли курсы кому-нибудь, может быть, вам, может, вообще такое есть потребность, обучать людей отношению правильному к видеоиграм, как к искусству. Я думаю, что, кстати, есть уже какие-нибудь, мы не первые. Я уверен, есть курсы, как пройти ту или иную игру, но вот как вот отношение, как к искусству. У меня написано, что я формирую индивидуальные программы, вот, поэтому, если у ваших подписчиков у кого-то будет такой запрос, вы мне всегда можете написать, оставить комментарий на YouTube, вот, и я составлю для вас индивидуальную программу. Вот-вот. Да, и подпишитесь на канал Бориса Сергеевича. Вначале вы видели Барсика в свитере, он теперь у нас обрит, поэтому Барсику нужно больше острижен. Он острижен, он острижен, да. Он сидит со мной, вот ему тепло, где он теперь сидит. Да, поэтому... Обновку подарили, вот этот свитерочек, вот теперь он пересидит. Так что помогите, Борис Сергеевич, тоже материально, вот, и поставьте нам, пожалуйста, лайк. Барсику, Барсику, главное, помогите. Мы вас любим, уважаемые зрители. Да уж, а мы-то, они-то нас как любят, как любят они. А где она кнопочка, чтобы выключить? Вот она кнопочка. Ну, пока. Субтитры создавал DimaTorzok